хишар хамас что ждет хамас и вообще как закончится и когда закончится главное как чем эта ситуация даже не может продолжаться вечно и все-таки израиль остановится или будет уничтожать не только хамас но и весь сектор газа или уже израиль остановился каковы итоги разговора саммита в египте что решили что будет завтра на этой земле но я смотрю происходящее с перспективы турции а к этому относится турция что в ней говорят как как оценивают и так далее поэтому могу только судить из того что мы слышим со слов эрдогана да и роль турции во всех этих вопросах конечно министр странных дел тоже делает заявление они довольно резкие в адрес израиля сегодня эрдоган повторил опять свои обвинения теперь не только в адрес например израиля и сша и так далее но и например в адрес евросоюза вы не критикуете израиль вы не высказываете свое отношение не требуете прекращения огня и вы говорите что еще рано по вашему количеству погибших детей этого недостаточно скажите нам сколько нужно чтобы детей погибло чтобы вы к этому относились по-другому и сказать да вот теперь уже время то есть эрдоган такого увеличил дозу до негатива и при этом когда вы спрашиваете про хамас что с ним будет так далее я не знаю что будет хамасом но я вижу что эрдоган как бы можно сказать наверное скорее всего даже практически единственный до из лидеров скажем так вот тем более западного блока он говорит что хамас это не террористическая организация что это освободительная и конечно это очень такой необычный теперь уже дискурс который оценивается как ну вообще прямо повышение дозы такого негатива в адрес как сша и запада и в первую очередь конечно в адрес нравится что-то произошло что эрдоган решил вот уже не медлить да не играть дипломата каким он был а что произошло вот что могло случиться он сильно поменялся в риторике уже резко говорит что случилось за вот эти несколько дней мы как бы исходим из того что это все-таки политика и нам ну кажется что ну не может же быть что лидер страны какой-то крупной там еще великой когда-то османской державы просто исходить из эмоциональных каких-то на эрдогана не похожи он расчетливый вот вот мы и смотрим и думаем ну как не можно только исходить того что погибло столько детей должны многие политические деятели они прагматичны они политики в первую очередь и может быть делать не в том чтобы не в той картинке до которая его может быть расстраивает хотя с другой стороны есть до принять во внимание что мусульманин что религиозный что он с самого детства как бы был увлечен этой темой темы палестина опять-таки он всегда была на виду и что все все же что происходит она непосредственно касается его потому что это его ценности тогда может быть можно подумать что да вот эти вот трагические картинки которые мы наблюдаем видим вот эти и блокада и потом бомбежка смерти и так далее они может повлияли но скорее всего политика здесь играет большинстве роли а что именно но я пока вот перед собой не вижу тем более а в египте о чем договорились все-таки вот египет чем закончился что за кадром остается я не знаю чем закончится потому что мы тоже же там же в основном насколько я понимаю декларативно только было да там как как хорошие намерения но турция хотел сыграть роль определенной страны которая как бы ты там это был также обсуждалось до страны создать такую структуру стран гарантов которые остановят происходящее и как бы гарантирует безопасность израилю гарантируют независимость паристине и безопасность и так далее но как мы понимаем это пока не сработало может быть ли вот то что это не не работает и не принимает во внимание предложение турции и турции вот таким образом повышает ставки такой тоже бывает часто да и на турции потому что у турции есть определенная идеология до чтобы быть за столом переговоров ты должен быть нас на поле боя в данном случае практически заявление которое делает эрдоган они равносильны поле боя если нужно отправлять армию можно вот делать вот такие очень жесткие заявления да и привлекать как бы очень такое пристальное внимание всего мира потому что все понимают что да вот то что происходит трагедия израиль нужно как-то остановить но эрдоган никогда не вступит в этот конфликт турции я думаю нет конечно хотя его союзник он тоже тоже интересно заявление делать он мы должны в любой момент быть готовы все сейчас 24 часа позже вначале ультиматум давал потом мы это выходные потом 24 часа прошло все 24 часа прошло теперь мы должны быть готовы к любым к любому вмешательству военным знаю это как-то звучит очень так потому что я смотрел очень много уличных интервью в турции турок спрашивают вот вы готовы пойти до воевать за то все конечно они за том числе как мусульмане они выступают за они сопереживают братьям мусульман но идти воевать куда-то исходя из комментариев я понял что нет потому что одно дело помочь как-то до гуманитарного тоже готовы но воевать это уже все понимают во что это будет целом это вопрос не стоит просто вот такая риторика да опять же я это оцениваю как попытка быть на поле боя но не на поле боя физически они бои вот как раз таки да когда ты споришь и вовлекаешься и твои резкие заявления не нравятся той стороне и жара какая страна готова все-таки реально воевать вместе с хамасом или уже никто не готов вот время прошло и время показала мне кажется всегда вот когда я комментирую этот вопрос да когда я думаю об этом я думаю все зависит от картинки которую мы будем видеть дальше потому что когда видите детей женщин бомбежки так далее блокаду это на восприятие и мне кажется когда ты играешь роль как ирана как страну такого исламского мира представляешь или ислам мире представляешь ты не можешь просто оставить вот происходящее на словах видишь литорикой не делайте или мы там что-то сделать остановитесь или будет хуже ты в какой-то момент должен будешь что-то сделать и любое твое вот это что-то сделать она может обернуться уже более масштабную войну и и поэтому как я понимаю например турция все время нужно остановиться потому что от этого не будет никому хорошо и это выйдется во что-то очень масштабное очень большое очень трагичная сколько людей погибло все-таки в турции последние землетрясение вот этого года называлась цифра но я не знаю там есть послушать какие-то допустим кто может по-другому они называют цифру ну конечно больше но в целом споров каких-то о том сколько человек погибло особо не было просто были определенные подсчеты некоторых людей которые говорили понимаю а сейчас сколько погибло вот там на земле палестины людей после всех обстрелов и ответных ударов цифры меняются если не ошибаюсь последний по крайней мере который ослышал это было 7000 вот эти 7000 волнуют мир больше чем 50 тысяч официально погиб заявлено погибших в турции как вы это можете объяснить а 7000 говорят и все вся планета обиде есть и тысячи забыли как будто ну случилось случился ну и поехали дальше я думаю во первых потому что здесь стихия и человек не играет никакой роли и он не может почему же те дома которые были построены плохо они упали и погибли под ним люди есть городок где мэр не воровал и все дома остались целых хотя удар был такой же той же стихи можете да так оценивать можете так критиковать так и делают например внутри страны и в турции конечно критикуют но когда вы смотрите со стороны уже не можете критиковать мэра какого-то города с которым вы вообще как бы с ними себя вы живете за в россии кто-то живет по франции он не может внутреннюю политику критиковать но это но это поэтому мне кажется но если мы в целом смотрим на трагедию 50 тысяч человек погибает конечно потому что люди оценивают это как это рука бога судьба и поделаешь каждый из своих ценностей и верований но а тут уже как бы государство опять же до критика турции чем заключается иди себя до палестине израиль как государство они как группировка это одно из первых заявлений когда он начал повышать тоннаж он говорил если ты будешь вести себя как группировку этого в ответ тебе тоже будут тебе за подожди я тоже буду действия группировка то есть он имеет то есть мусульманский мир един мы это видим но при этом умирать в борьбе с евреями с израилем в ответ на эти обстрелы мало кто хочет это тоже очевидно совершенно и те три миллиона волонтеров которые были записаны сразу первые часы на сайт через сайт мы готовы быть плечом к плечу волонтеры и бойцы это все-таки больше сказка чем реальность я правильно понимаю это все зависит от риторики такой еще мне кажется общий смотрите вот я например сегодня все на телевом канале писал о том что я смотрел вчера турецкий телеканал и мне очень удивило что риторика дискурс до обсуждения он был в том ключе что это религиозная война вот представьте каждый кто будет смотреть эту передачу он будет пропитываться вот этим мыслями что если я вчера когда мне спасили пойдешь ли ты воевать я сказал нет потому что я оценивал это как нечто политическое действие то сегодня когда я когда мне говорят по телевидению а если людей много кто смотрит канал они увидят что это не просто политика это священная война потому что там говорится о том что израиль дело то что он делал не потому что вот там на него напали а потому что там есть определенные религиозные цели и нтаньяху об этом говорит он это озвучивает у них есть там поиски земле обетованы цель построить там как называть дворец соломона или как в общем на этой земле в иерусалиме и тогда очень много-много и религиозного в общем контекста вам дают и вы начинаете в общем вот то общество которому все это и твой этого получает начинать думать по-другому она считается это выше своих обычных до будней иначе для чего я вообще живу в это же для чего мне бог дал ту жизнь и вот в этом я вижу потому что тогда вот тогда настроение граждан она будет совсем даже те кто сказал а зачем эта политика сейчас они скажут ну это мои ценности и все зависит от того как будут на это настраивать и вот этот как раз то момент до вот этого передачи информации может какой-то мере нагнетания по-разному можно оценивать может имели просто ознакомление не знаю людей чтобы они оставались стороне и вывод это все рассказывать она их получать наполняет получается но их наполняет наполняет вот этим агрессии негатива до кому получать данном случае к израилю и что в результате когда это дойдет до определенного точки кипения уже мало того просто не сможете удержать почему израиль выявил всех своих дипломатов потому что понимает что в конце концов это приведет вот к этой проблеме что и уже точка кипения потому что на телеканалах уже получается вот этого знаете вот эта тема когда они контролировали да не говорили все понимая что трудно будет обуздать какой-то фанатик это увидит радикал сейчас им стало все равно не так говоря то настроение будет повышаться и поэтому есть это везде будут обсуждать а это будут обсуждать в меру поступления вот этих очень плохих понимаю а как вы считаете зачем хамас все это начал зачем в том что я же ну во первых я не слежу за деятельностью хамаса я не слежу за на самом деле мне это я за турции но опять же я могу судить того что говорят в турции и конечно или даже пусть руки я как со своей колокольни смотрю конечно кажется странным там же понятно что силы не равномерные конечно израиль сильнее и конечно ответка израиля должна была быть и тем более насколько ужасно это было для израильтян что да они должны были ответить это раз во вторых они их правительство не могут действовать слабо или даже оппозиция насколько я понимаю поддерживать сейчас не то нет поэтому здесь такая ситуация что возникает вопрос зачем мне кажется любой задают вопрос и многие даже по крайней мере когда я смотрю турецкий закон это правой даже интервью с бывшими лидерами хамаса они говорят вот я не знаю как они так сняли я узнала стиль как телеканалов я увидел когда смотрел там да а почему и тогда они говорят они говорят что вот это 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 было на протяжении пятидесятилетий до 50 лет и более и мы просто вот каждый раз так таким образом даем ответ мы никогда не успокоимся так понимаю цель в этом дать о себе знать в том числе а или напомнить о палестине вот только так потому что по логике да вернее по результату здесь только хуже потому что это развязывает израиль руки да что делать говорить вот как они сказали покидайте землю мы будем вести бомбардировка все равно и что это говорит о чем что люди должны уйти или умереть а если уйти что это значит эти земли будут опять потеряны они уйдут в руки израиля ну как бы и в тихих их изучу пользу получается ситуация